Всем банджу из Франции! Сегодня вы побываете совершенно бесплатно со мной в Куршавеле. Я буду делать полный обзор курорта. Прокатимся по основным трассам, а также узнаем, что за катание здесь во фрирайде. Я расскажу, как сюда добраться, где здесь жить, где здесь вкуснее поесть. Вы готовы? Погнали! Куршавель это один из трех курортов, которые примыкают друг к другу. Их еще называют три долины. Первый идет курорт Куршавель, второй Мерибель и дальше Вальторенс. Общая длина трасс около 600 километров. Куршавель, кстати, 150 километров трасс. Три курорта соединены между собой трассами. Если вы будете неистово мчать на сноуборде, то можно даже не заметить, как вы окажетесь на другом курорте. Например, с одной стороны находится Куршавель, а вот здесь уже Мерибель, уже другая совершенно долина. Посмотрите, нету какого-то разграничителя между курортами, просто трассы переходят в другую трассу и все. За один день обкатать все трассы трех долин невозможно. И поэтому мы катаемся сегодня только по Куршавелю. И прямо сейчас хочу провести первый урок французского языка. Добрый день! По-французски будет бонжу. Я сейчас нахожусь на основном пятачке, откуда улетают все кабинки на самый верх горы. Высота 1850 метров. Кстати, цена за один скипас на взрослого в день в Куршавеле стоит 65 евро. 5200 рублей. А если вы будете брать скипас на все три долины, то цена скипаса 72 евро за один день. Но я честно скажу, это бессмысленное занятие. Невозможно за один день объехать все три долины. Поэтому бросьте вы это дело. Но если вы катаетесь во фрирайде, возможно, вам понадобится скипас на абсолютно все зоны этих курортов. Но про это я расскажу чуть позже. Ну а сейчас берем сноуборд и врываемся на самый верх. Ну что, у нас середина дня и уже образовалась пробка. Но в целом все движется довольно быстро. Мы преодолели какой-то затор и сейчас вообще просто врываемся на самый верх с разбега. Совершенно обычные турникеты. Я смотрю по сторонам и вижу вот вниз, если глянуть, все уже ободранное. Видно, что это прям вот, ну, старые-старые вещи. Их не меняли очень давно. Особенно вот эта плитка, ну, выглядит прикольно. И круто, что ее не меняют. Выглядит супер аутентично. Особенно вот эти кабинки с пластиковыми сиденьями. Вообще, цветовая палитра. Коричневые, бежевые и черненькие кабиночки. Сегодня мы двигаемся на Монклере. Есть еще Гуччи. Не хватает только для полной коллекции Dior. Вот такая вот аутентичная кабинка с пластиковыми сидушечками. Довольно тепло, в принципе. Мы сейчас поднялись на первой очереди, на первой гондоле. Еще один подъем на второй гондоле и мы уже на самом верху Куршевеля. Это у нас подъемник, который идет на самый верх. Очередь, ну, небольшая. Здесь уже все, турникет и там посадка. Нас опять ждет поездка на кабинках. Я даже не знаю, какого года выпуска эти кабиночки. Хотя, возможно, это кабинки новые, но их специально по дизайну сделали под старину. Опять пластиковые сидушечки. Такая картина у нас с самого верху и это Монблан, насколько я понимаю. Итак, ребята, мы находимся наверху Куршевеля. Посмотрите на эти прекрасные виды. В той стороне находится Морибель. Сейчас высота 2700. И мы поедем по красной трассе. Посмотрите, эта красная трасса, по мне, это убийственная черная. Я просто, ну, просто соскальзываю на ней, потому что, ну, мне страшно. А здесь, вот здесь уже начинается красная трасса. Когда начинаете катать с самого утра, ноги ватные и тяжелые, и они пока вообще к нагрузке не готовы, не привыкли. И необходимо время, чтобы мышцы разогрелись. Хотя я делаю разминку перед каждым катательным днем. И вам тоже, кстати, советую. Блин, ребята, это очень широченная трасса с волнами. Это мой первый спуск, не судите строго. Мне реально страшно, меня очень сильно ускоряет. Снег подмороженный. Посмотрите на эти волны. Волны на трассе сумасшедшие. Ну, это даже интересно. Но для новичков это прям выглядит супер опасно. Посмотрите, вообще, такие волнины, лютые, ну... сумасшествие. Это просто красная трасса. Ребята, тут есть еще несколько черных, они идут сверху. Эта история не для новичков. Я реально, ну, первый спуск у меня ноги дрожат. Трассы очень сложные для слаломистов. А вот здесь, вы посмотрите на эту ширину. Посмотрите на ширину трассы. Посмотрите на подготовку. Хочу вон туда поехать чуть-чуть. Практически все верхние трассы Куршевеля имеют лютый уклон. Они точно не подойдут для новичков. В отличие от моего курса по сноуборду, базовые повороты. Если ты новичок и хочешь уверенно кататься на сноуборде, то тебе нужны мои обучающие видео уроки, которые доступны по ссылке в описании. Боже, ну вот это, посмотрите, ширина. Ширина трассы. Что я творю, а? Смотрите, вот так вот. И вот такая вот широкая трасса. Просто это безумие. Такие широкие трассы. Ну, смотрите, для тренировки просто шикарно карвинга, но немножко снега маловато. Видите, подготовка трасс, ну, непонятная. Видите, волны какие-то присутствуют. Чуть-чуть она под наклоном. Есть вопросы, но ширина трасс, конечно, я обалдею. Это сноупарк. Он, на самом деле, настолько круто заточен на новичков. Вот несколько, просто два трамплина среднечковых, а там просто супер микро вообще спайна для новичков. Молодцы, прям сделали, постарались. Ну, тут на каждом курорте есть парки вообще, в принципе, так что я вообще уже этому не удивляюсь. Супер вылезанный каждый день. Блин, но здесь начинаются уже зеленые трассы. Вот тут просто вы едете и кайфуете. Смотрите, лес, сбоку, гондолы сверху, горы справа. Блин, мама родная, ну, какая красота перед вами и народу немного. Все, здесь уже нам нужно чисто ехать прямо, потому что можно встрять. Кстати, вот здесь, посмотрите, это подъемник бугельный. Казалось бы, да, бугельных подъемников немного, особенно в таких прогрессивных курортах. А они, оказывается, есть. Что самое интересное, здесь прям рестораны находятся на склоне. Вот, то есть слева вон ресторан, мы в нем были вчера. Я вам скажу так, вот здесь до середины склона дикие трассы. После середины они зеленые и синие. То есть можно кататься новичкам в середине склона, наверху делать нечего. Посмотрите, вот тоже рельсик прямо на склоне. Много людей обычно сидят, кайфут сейчас только 10 утра, никого нет. Посмотрите, как уютно, елочки все. Все уже что-то подметают, все уже что-то готовят. Сюда, например, справа приезжает такси, чтобы люди просто, ну, в обычных ботиночках приходили и кайфовали, кушали. Снега не было месяц, но посмотрите, в принципе-то все работает хорошо, потому что снег на трассе откуда-то имеется. Мы приехали оттуда, где начинали. До верха идут две гондольные кабинки и все, и вы уже наверху. Вот такой вот спуск с самого верха до низу. Ничего долгого, сверхъестественного. Все очень быстро проехали и мы опять уже поднимаемся наверх. Кайф! Ребяточки, я уже не могу оторвать свои глаза от этого безумства горнолыжные костюмы от Диор, Луис Виттон и Прада. Давайте просто посмотрим, сколько это все стоит. Я даже боюсь представить. Ну, такое ощущение, что в Диор нету вообще абсолютно горнолыжки, но вот здесь, Луис Виттон, кажется, что-то можно найти. И вот такой вот горнолыжный костюм. Так, ну что, ребята, здесь единственное, что нам предложили, это вон тот пуховик с узорами, но он мне не очень понравился. Еще есть куртка вот такая горнолыжная. Пуховичок стоит 3200 евро, а штанишки всего лишь 1200 евро. Ребятушки, если вам нужна действительно технологичная горнолыжная одежда, я могу лишь посоветовать вам изделия от бренда Верста, в которых сам катаюсь уже третий сезон. Я переместился в другое место, потому что ребята, которые выходили из Луи Виттона, увидев меня, расстраивались, что не купили хорошую горнолыжную одежду по адекватной цене. На мне комбинезон ниндзя, который не только стильный снаружи, но и очень технологичный внутри. Это однослойное бесподкладочное изделие, благодаря чему вы можете одевать его в любую погоду, и вам будет комфортно. Вот я приехал в теплый Куршавель, надел термуху, и мне суперкомфортно в этом комбинезоне. Приехали, например, в Шерегеш, где минус 20 долбануло. Одели термуху, сверху флиску и потом комбез, и вам так же тепло и не холодно. Прочная мембрана 20 тысяч на 120 тысяч. Карманов здесь очень много, а это значит, что мы сможем поместить туда большое количество пачек евро, которые нам так нужны в Куршавеле. А для тех, кому не нравятся комбезы, у версты есть костюм райдер, это куртка и штаны. Есть в абсолютно различных расцветках, которые можно комбинировать как для парней, так и для девушек. Не забывайте использовать мой промокод СОВОЛЕВ на скидку 15% на любое изделие от версты. Все контакты, ссылочки оставлю в описании к этому видео. Ну а мы продолжаем. Мы опять находимся на вершине Куршавеля и направляемся в сторону Морибеля. То есть здесь целых три долины, по которым можно покататься. Куршавель, Морибель и Бальторенс. Причем такое ощущение, что Куршавель самый маленький из них. Можно попасть на другой курорт, просто перекатившись в другую сторону. Вот мы сейчас едем, как будто Роза Хутор на южном склоне. Вот прям похожие трассы, видите, да? И все, уезжайте туда на другой курорт, где бесчисленное множество трасс. Здесь, соответственно, даже боюсь представить, что здесь происходит, когда выпадает много снега. Тут можно просто хреначить в любую сторону. Я просто смотрю, столько фрирайдовых маршрутов, даже сейчас неискатанных, что мне становится страшно от того, как можно покататься здесь один раз и просто сойти с ума. Люди без шапок едут, понимаете? Потому что здесь на протяжении всего сезона очень теплая погода, невероятная. Мы сейчас едем по синей трассе, и, друзья, мне кажется, что... Сейчас дальше продолжим. Вот, посмотрите, посмотрите, как много людей здесь. Это синяя трасса, вот это синяя трасса. Блин, мне кажется, человек, который составлял здесь карту трассы, это дальтоник, потому что это не может быть синей трассой, это чистая красная трасса. И поэтому, из-за того, что здесь написано, синяя трасса людей до хрена, это единственная трасса сверху синяя. То есть сверху для новичков вот только вот здесь можно спуститься, поэтому народы здесь вообще трэш. Ну попробуем что-нибудь... У-у-у! Вот здесь уже... Вот как это? Как это назвать? Вон там, конечно, мощный, ну че... Я раскатался немножко... У-у-у! У-у-у! Вот так красный! Просто красный бык хреназит! Посмотрите его скорость! Это есть! Опять-таки, это синяя трасса, ребята, ну где же она синяя? Мне страшно тут ехать, но это не синяя, это зверство какое-то! С другой стороны, посмотрите, прерайт маршруда, посмотрите, сколько прыжков, я не знаю, мама родная! За что? Столько кайфа! Я здесь не буду разгоняться, не буду делать повороты, ребята, это очень опасно! На жесткой доске, потому что народу много, можно в кого-то врезаться! Я прям на лайте спускаюсь, без фанатизма, вот, ну могу вот чуть-чуть! Ну все, наконец-то, вот эта синяя трасса! Вот оно, вот эта синяя трасса! Вот это я понимаю! Кайф! Здесь можно скатиться! На самом деле, видите, опять трасса начинает кривить! Опять она под наклоном! То же самое, что мы видели наверху! И опять дохренища людей! Но это, опять-таки, единственная синяя трасса, которая идет сверху! О! Пока я тут делаю резанный поворот на камеру, расскажу немножко про оператора! Это видео снимает оператор-француз с камерой за 2 миллиона рублей! DJI что-то там! За полдня съемок я отдал 30 тысяч рублей! Так что я очень надеюсь, что вы поддержите этот выпуск лайком, подпишитесь на канал и оставите какой-либо комментарий! Все! Вот это привычные нам трассы, конечно! Класс! Смотрите, вот справа, вон там, начинается другая гора! Но это то же самое, что Куршевель! Мы сейчас едем на другую часть Куршевеля, на подъемнике! То есть через вот этот хребет, там еще множество интересных трасс! Гондола, не гондола, а обычный подъемник! Прыгаем на него, переваливаемся и летс гоу! Предлагаю провести викторину! Мы находимся на самом верху! И давайте посчитаем количество сноубордистов и количество лыжников! Смотрим сюда! Это бесчисленное множество! Давайте проще, у нас челлендж! Нам нужно найти хотя бы 10 сноубордистов! Погнали! Один сноубордист! Ха-ха-ха! Так, ну может они выезжают там? Посмотри! Нет никого! В той части никого! Ни одного сноубордиста! Смотрим сюда! Здесь тоже нет ни одного! Это что за жизнь? Это просто брошенный сноуборд! О! Мы, кажется, нашли золотую жилу из сноубордистов! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять! Девять сноубордистов в одном месте! Я бьюсь об заклад, они знают друг друга! Они приехали в это место вместе! По-другому не объяснить такое огромное скопление сноубордистов в одном месте! Нам нужно найти десятого! Я его до сих пор не вижу! Выходят новые люди! Пойдем посмотрим! Это новые люди! Выходят с подъемника! И все выходят с лыжами! Лыжи! 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 Отвечаю, ребят! Если вы видите это видео, то вы быстрее сюда приедете со своим сноубордом в Куршавель и будете десятом человеком на сноуборде, который есть на этом склоне! А если серьезно, пишите в комментариях, почему 99% людей катаются на лыжах в Европе! И только 1% на сноубордах! Ну, по крайней мере, во Франции! Почему так? Напишите! Еще немного урока французского языка! Если вы хотите сказать привет вечером, то вам нужно сказать бонсуа! То есть, если привет говорите утром или днем, то это бонжуи! А если вечером, бонсуа! Бонсуа, Мишель! Бонсуа! 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 Сегодня на горе супер палящая погода, и без хорошей маски здесь не обойтись! Катаешь уже в этой маске четвертый сезон, мы ее сами производим! Есть несколько линз для разной погоды, для солнечной, для пасмурной! Также великолепная вентиляция! Находится она сверху, снизу, чтобы вы могли кататься в комфорте, и картинка всегда была четкой! Широкий угол обзора! Глаза не испытывают никакого дискомфорта! То есть, я буквально там за один день катания привык к этой маске, и уже потом кайфовал! То самое офигенное! Линза на магнитах! Если у вас это запотело, или снег туда попал, там, во фрирайде, берете, достаете новую линзу, перестегнули, и дальше катаетесь! Просто сказка какая-то! Можете заказать маску по ссылке в описании к этому видео! Примерно год назад я подписался на один канал в Ютубе под названием Winter Activity! Какие-то безумные лыжники творят во фрирайде абсолютную дичь! Рельеф, по которому они катаются, просто, ну, крыш сносит! Я написал ребятам, и просто узнал, где это находится! Знаете, что они мне ответили? Куршавель! Это фрирайд в Куршавеле! К сожалению, у меня не получилось покататься в этой поездке во фрирайде, потому что снега в Европе нет уже месяц! Но ребята знают абсолютно все маршруты во фрирайде! И давайте посмотрим, что же они вытворяют на склонах Куршавеля и близлежащих долин! Я просто смотрю на этот рельеф и поражаюсь, насколько он сильно отличается от рельефа на Красной Поляне! Больше похож на Эльбрусский, много камней, которые торчат, несмотря на то, что снега реально очень много, как будто, ну, прям сходят лавины там в такой кондиции! И самое офигенное, это количество дропов, которые можно сделать за один проезд! Ребята на видео, это ребята-французы, которые живут в Куршавеле, знаю только одного, это Микаэль и его друзья! Там есть также Жули, есть еще вот второй парень! Посмотрите, что они творят! Просто уровень прыжков, как бы! Бэкфлипы, дабл-бэкфлипы, прыжки из каких-то зданий! А Михаэль вообще занимал первое место на чемпионате мира по фрирайду, это фрирайд-ворл-тур! Вот, соответственно, вот он делает дабл-бэкфлип, но не уезжает, ну, то ли еще будет! Посмотрите, едут ребята под подъемником, и за ними едет лавина! Причем лавина такая бодрая! Посмотрите, маленькие какие человечки здесь! Ну, и с другой стороны, какие невероятные поля тоже есть! Вот здесь это уже какой-то спуск в другую сторону курорта! Внизу было видно здания какие-то, то есть это рядом с курортом! Посмотрите количество прыжков! Ну, просто сумасшествие! Какое количество прыжков можно сделать за один спуск? Я даже представить не могу! Блин, у нас три раза нужно спуститься по горе, чтобы прыгнуть столько раз! Аааааа! Аааааа! Аааа! Ааааа! Аааа! Аааа! Ааааа! Используйтесь! Также ребята летают еще на парапланах, прям по всему курорту. У них это такой стандарт, стандартное времяпрепровождение, когда немного снега. Ну еще вот вам еще одна лавина, да их там много, они бывают часто, без эрбэга конечно опасно там врываться. Как добраться до Куршавеля? Самый простой способ, делайте шенген, прилетайте в Женеву и от Женевы всего лишь два часа до Курша. Что сейчас происходит с шенгенами? На самом деле их выдают очереди какие-то большие, где-то покороче на получение шенгенской визы, но единственная проблема, что иногда дают на очень короткий срок, то есть не как раньше, на три года, на два года. В этом основная проблема. Ну а так получить шенген это не сложно, соответственно получаете шенген и скорее всего через Турцию, через Стамбул прилетаете в Женеву и отсюда уже добираетесь там до Куршавеля. Как можно добраться до Куршавеля? Конечно самый удобный способ это арендовать машину и на арендованной машине уже колесить где вы хотите абсолютно. Можно воспользоваться поездом или автобусом. И самый эксклюзивный вариант для искушенных в самом Куршавеле непосредственно есть приватный аэропорт. Аэропорт Тик небольшой. Кстати считается одним из самых опасных аэропортов в мире, потому что полоса приземления очень короткая и только некоторые пилоты допускаются для того чтобы приземляться в этом аэропорту. Сколько это денег стоит я даже боюсь представить друзья мои. Вот собственно и все. Продолжаем. Заехали за другой хребет и мы попадаем сейчас в место под названием Куршавель Марион. Здесь а это синие трассы. Посмотрите какие они кривые конечно. То есть возможно это прикольно интересно, но потренировать что-то на ходах поездить вопросы это вызывает. Вот опять-таки посмотрите кривизна какая. Вот здесь бугор какой-то, там бугор. Возможно это прикольно интересно, но на по скорости это может сыграть с вами злую шутку. все мы спускаемся в эту долину Куршавель Марион. Здесь царство синих трасс, но здесь действительно можно покайфовать и понаслаждаться. Вот это место вот прям для новичков супер-супер-супер гуд. Вот я бы поехал вот сюда, эта красная уже вроде трассы начинается. Вот мы как будто по холмам едем и нету вообще растительности, нету лесов. Давайте свернем направо. Трассы действительно, посмотрите какой уклон просто. Ба-бах, уклон. А здесь положняк. Опять-таки блин, это с одной стороны классно, что они идут волнами, но вот посмотрите здесь уже трассы под наклоном и таких трасс вот под наклоном. Тут надо мне вот на заднем канте постоянно ехать раз наверх, раз наверх. И здесь, кстати, вот на этот участок всего лишь один бугельный подъемник, вот на верхнюю часть. Опять-таки, ну вот вы на сноуборде, до свидания. Опять угол наклона вправо, опять куда-то надо ехать вверх. Видите, кто-то тут взбирался. Вот. Здесь, конечно, бугельный подъемник. Бугельный подъемник единственный вот на эту часть трасс, представляете? Они синенькие, прикольненькие, ну то есть прям прям волшебные. Я предлагаю сейчас еще раз ехать по этим трассам, но немножко с другой стороны и кайфануть. То есть поднимемся на бугельном подъемнике и вон там проедем, где все остальные люди. Посмотрим кайфанем. Обычный бугельный подъемник, какой мы и привыкли видеть. Сейчас на нем поднимемся. Где жить в Куршавеле? На самом деле ситуация такая же, прям как в Красной Поляне. У нас есть самые дорогие люксовые места, отели, коттеджи. А они находятся прямо на горе, рядом с подъемниками, рядом со склонами. Есть высота 1850 метров, считается самой виповой. Здесь все самое ультра дорогое. Дальше идет высота 1650 метров. Там уже есть вариантики подешевле, как отели, так и шале. Вот здесь это вот эпицентр самых дорогих прайсов. Все, что вы могли увидеть. Какой-нибудь шале на 3200 квадратных метров и за неделю вы отдадите 20 миллионов рублей. Вы просто можете себе представить? Хотя там вмещается 16 человек, допустим 8 пар. Получается вы скинулись по 2,5 миллиона и неделю кайфуйте в Куршавеле, в самом-самом виповом, люксовом шале. Но это не супер дорого, если вы, например, в месяц зарабатываете 7 миллионов. Я думаю, что люди здесь, естественно, находят чем заработать денежки. Приезжают со всего мира сюда, чтобы их потратить. И самое главное, это проживание для бичей. Ну вот для таких, как мы, да? Где мы, собственно, и жили. Можно жить в ближайшем поселке. Ехать от поселка до первой канатной дороги 15 минут на машине. Пик-пик. Всего лишь. Это также, как от поселка Красная Поляна до подъемника Роза Хутор. То же самое расстояние. И там цены уже намного ниже. Там за 100 долларов можно найти легко апартаменты, где вы можете жить 100 долларов за один день, естественно. С кухней, со всеми удобствами и прелестями. Можно жить еще дальше, если вдруг мест не хватает. 30 минут от курорта. Ничего сверхъестественного, страшного в этом нету. Прыгнули на машинку и доехали за 30 минут до Куршевеля. Но это не сказка вокруг. Посмотрите, какие виды. И там жилье можно еще дешевле найти. Ребят, ну, от 80 до 100 долларов действительно реально найти какие-то апартаменты. Мы, например, жили в 40 минутах от горы, потому что нам нужно было ездить на два разных курорта. И наше проживание стоило 100 долларов. Посмотрите на наши апарты. Программа по домам. Мы здесь. Сегодня будем в гостях в нашем доме в Куршевелл. Они были двухэтажные. Наверху диванчик, кухня, выход с прекраснейшим видом. А на минус первом этаже у нас была ванная. Такая стилизованная. Супер евроремонт. И, конечно же, большая кровать с классным видом. Все это мы сняли буквально за неделю до переезда в это место. Я зашел на Airbnb, выбрал и уже улетел. И да, кстати, здесь в Европе пользуемся чаще сервисами Airbnb, а также booking.com. Больше ничем не пользовались. Хотя, поговаривают, и еще дешевле можно найти и снять жилье, если вы обратитесь к местному туристическому офису на конкретном курорте. Прям приедете на конкретный курорт, зайдете в турист-офис или к ним на сайт, и там сможете найти какие-то варианты дешевле по проживанию. Мы пробовали, ни хера не нашли. Какой-то ужасный интерфейс. Но некоторые люди поговаривают, что так можно сделать. Насчет проживания, надеюсь, вам все стало ясно. Ну, а мы продолжаем. Ого! Какой же кайф! Вот мы опять поднялись на бугельном подъемнике и спускаемся уже с другой стороны. Также посидим трассам. Вот они реально мне нравятся. Ну, не супер, конечно, широкие, но все равно виды офигенные. Очень много перекошенных трасс, и это не круто, потому что нельзя ехать прямо, нужно постоянно ехать на заднем, либо на переднем канте, и это определенные сложности накладывает. Но зато посмотрите вокруг, какие виды! Просто посмотрите на эти прекрасные горы, они такие же огромные, как и скидки по моему промокоду в магазине Кант. Промокод, кстати, ищите в описании к этому видео. Вот уже началась классическая Роза Хутор, Южный Склон. Мы едем, кайфуем, какие-то вылеты. Вот, ну, на самом деле, вот я смотрю, тут идет параллельно три трассы. Это, а, чуть больше, четыре. Это прям вот совсем близко, 10 метров трассы, по которым мы ездили, и еще одна. Все! Понимаете? А на основном участке там тоже четыре трассы, которые вниз уходят, и все. Больше тут нету вариативности. Вот мы подъезжаем где-то на середину трассы, вот этого места в Куршавеле, и вот здесь уже начинается самое интересное. Вон в той стороне уже есть трассы еще, и здесь широкие. Едем вниз и смотрим, что же здесь Куршавель нам может предложить. Ну, опять-таки, определенный лайк за ширину трасс. Вот это ширина! Да, ну, смотрите, сегодня пятница, выходные будет вообще мясом. И положничок. Да, эта часть Куршавеля определенно для новичков великолепная. Мы отсюда можем видеть ту часть Куршавеля, в которой мы делали первый спуск. Уже здесь есть какая-то растительность. Посмотрите, опять, опять под наклоном находится склон. Видите, вот меня тащат опять вот сюда вниз. И вот это, конечно же, в Куршавеле это просто бы постоянно происходит. Все, уже началась какая-то лесная местность. Виды меняются, и это не может не радовать. А, смотрите! Все, мы уже спустились где-то чуть ниже середины горы. Здесь тоже интересные маршрудики есть, но по моим ощущениям, вот, ну, чем-то мне это напоминает роза хутор. Вон там трассы, вот здесь слева одна трасса и посередине. Кстати, посмотрите, вот, ну, если сейчас прямо посмотреть, ну, это роза хутор номер два. Ну, красная поляна. Без разницы. То есть это прямо вот номер два. Ань, вот вы вам фотографии дать, вы не отличите, реально. И такая лайтовая трассочка здесь. Все, тут как бы мы едем, 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 едем. Если ты уже не новичок, хочешь так же эффективно катать на сноуборде, то у меня есть специальный для тебя курс фристайл на плоскости, чтобы делать трюки на плоскоче. А если ты еще не умеешь поворачивать на скорости и делать резанные повороты, то мой курс карвинг уже ждет тебя по ссылочке в описании. Ножки уже блехомуху устали. Вот здесь, кстати, уже люди живут. Это отели, это отели, это шалешки. Кайф. Мы опять едем за рядом с бугельным подъемником. Опять трасса наклонена. Ёпарас, это. Трасса наклонена. Видит право. Что это такое? Я не понимаю. Здесь, конечно, здесь, конечно, можно уже остановиться. Мы до этой части долины доехали. Здесь можно, вот сзади меня, рядом, здесь уже люди живут, уже апарты, уже отели, уже шале, то есть сразу же вышли и прыгнули на подъемник и уехали. Это называется скин-ски аут, возможность заселиться прямо на горе и постоянно кататься, жить в любой момент можно прийти к себе домой. Ну что, поехали еще раз наверх, посмотрим другие трассы. Где поесть в Куршавеле? Для того, чтобы с этим вопросом разобраться, давайте выучим следующую фразу на французском. У вас есть доширак? За все время пребывания в Куршавеле видел только рестораны, которые находятся на склонах. Действительно, ресторанов очень много, начиная с середины горы и доезжая прямо вот до самого низа. Рестораны, рестораны, рестораны. Какие-то маленькие кафешки есть только рядом с подъемником, с основной местностью подъемников. Ну, это прям вот кафешки, забегаловки какие-то, там какие-то сэндвичи скрученные, непонятные. Как будто, ну, прямо из супермаркета завезли и, соответственно, их скрутили, можете их поесть. Конечно, эта еда будет дешевле. Так, средний чек у нас получился 50 евро на одного человека, если вы будете кушать в ресторанах, которые находятся именно на склоне. Качество еды просто, ну, превосходное. Я, ну, я в восторге. Но ценники действительно кусаются, то есть, прям, ценник прям как скипа за один день, чтобы просто пообедать. И это без алкоголя. Посоветовать вам какие-то места, ну, например, мы были вот, например, в этом месте. La Cave de Creux очень нам прям понравилась. Кухня классная, сама атмосфера, посмотрите на эти виды. Живая музыка, то есть, вообще, ну, просто фулл пэк, офигенно. Есть также мега тусовочное место, один из дорогих ресторанов под названием Богатэ или Богатэль. Там цены еще выше. Мы там, к сожалению, не побывали. Вот, там и ребята веселятся, и какую-то апрески там тусовочку устраивают. Ну, и, соответственно, просто в ресторанчике сидят, кайфуют. Но, на самом деле, если гнаться за какими-то, ну, прям совсем изысками, здесь, насколько я помню, на курорте есть несколько ресторанов со звездами Мишлен. Не знаю, насколько там надо заранее бронировать столик, чтобы попасть туда. Это уже нужно выяснять именно вам. Но, к сожалению, не смог найти одного супер дешевого места, где можно поесть. Мы делали так. Мы завтракали дома, иногда завтракали на склоне. Можно, например, взять какие-то сэндвичи с собой, орешки, что-то еще перекусить. И, в принципе, ну, там, червячка заморить, и потом поехать домой и также поужинать. То есть, это тот же вариант, тоже рабочий. В принципе, можно, ну, можно его реализовать. Мы были в нескольких ресторанах, которые находятся на склоне. Были в ресторане, который сзади меня. Еще были в другом ресторане, где, кстати, платная парковка лыж и сноубордов есть. Прямо перед рестораном. Вы просто можете себе такое представить. Я замер в шоке, когда это увидел. Услуга заключается в том, что вы платите 3 евро. Ваши лыжи или сноуборды паркуют. Сам человек. Ну, парк. Кто он? Парковщик? Лыж. Запарковал. Но когда вы собираетесь уже уходить, он ваши лыжи достал, положил, чтобы палочки воткнул, чтобы вы могли подойти, четенько встегнуться и сразу же отчарить. Вы просто представляете, какой уровень сервиса. А для самых отчипенцев в 15 метров есть бесплатная парковка для лыж и сноубордов. То есть бесплатный стенд. Вот такая вот удивительная история с нами произошла. Поэтому, ребят, отталкивайтесь от вашего бюджета. Не то, чтобы можно прям совсем деньги прям как за квартиру здесь оставить. Хотя я уверен, есть тут определенные виды шампанского, которые стоят как ваша квартира или ваш автомобиль. Но в целом, ну, цены дороже, чем там Краснополянский, в 2-3 раза. И это терпимо, потому что это Куршавель. Здесь не может быть все дешево. Один из интереснейших спусков нас ждет. Почему? Потому что мы с вами едем с одной долины Куршавеля в другую. То есть мы с вами через эти горы на подъемнике переезжали сюда. А сейчас мы будем возвращаться в основную долину Куршавеля. Из одной долины в другую. Едем, 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 едем. Ого! А здесь-то начинается какой-то кайф жирный. Опа! Вот смотрите, что у нас бывает. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! И это, кстати, красная трасса. Посмотрите, как всех прет. Я, честно говоря, не знаю. По мне, так эта чернющая трасса вся в тени и ледяная. И такое ощущение, это единственный вариант проехать на другую сторону Куршавеля. Вот и все. Сразу же камни появляются, потому что новички на заднем канте все слизывают. Не забывайте подписываться на мой Нельзяграм и Телеграм. Я там выкладываю больше полезной и интересной информации. Все ссылочки в описании. Трасса, кстати, хорошая прям. Но борт цепляется хорошо. Хоть она и ледяная. Но я как бы вам скажу, ледик присутствует. Ну, а что могу сказать? Честно, ничего особенного и прям супер сверхъестественного я не заметил. Обычные трассы, которые бывают ледяные, нету снега, все сошкаблили. И чего-то сверх вау я здесь не увидел. Ну, обычные трассы. Вот. Особенно это. Хотелось вам ее показать, но мы перемещаемся на основную часть Куршавеля. В основную зону Куршавеля. Let's go! На самом деле, в Куршавеле не так уж и много подъемников, особенно гондольных. Я вот, честно говоря, увидел 3 или 4, 4-5 гондольных подъемника. Все остальное кресельные подъемники, просто без колпаков, потому что погода идеальная круглый год. И есть даже выгильные подъемники. И, по сути, по количеству трасс ощущение складывается, что, во-первых, за один день все трассы можно легко объездить в Куршавеле. Даже, ну, не супер прям топить, но легко объехать можно. И один из очень важных моментов, который хотел бы вам сказать. Одна сторона Куршавеля, когда вы едете, просто копия Красной Поляны. То есть ты едешь и понимаешь один в один. Но с другой стороны открываются невероятные виды Альп, и там, конечно, просто мозг взрывается. Но вы к этой красоте привыкаете очень быстро, для вас это становится обыденностью. Но на первых порах для вас это выглядит просто сумасшедше. Оу май гад! Вот это просто снос башки, скажу я вам, друзья. Потому что... Вот это виды, конечно. Вот это виды. Просто парень в пуховике. Невероятно. Мы сейчас переезжаем в основную долину Куршавеля по таким видам. Честно говоря, немножко крышу рвет. Вон еще ресторан один, Лакеев. Кстати, хороший ресторан. Пойдем туда сегодня. И, соответственно, основная часть Куршавеля начинается опять здесь. Пытаемся прорваться. Синие трассы, которые иногда переходят в красное. Но вот тот проезд, который был наверху, это снос башки. То, что мы видим прямо, это красная поляна, розохутор, ничем абсолютно не отличается. Но если посмотреть направо, друзья, это, конечно, что-то. Чуть закрутило меня. Я уже чутка устал. Опять мы видим какой-то ресторан, проезжаем. То есть очень много ресторанов прямо на трассе. Народу, кстати, не супер много. Хотя, казалось бы, Куршавель в принципе довольно сносно. Сегодня пятница, не выходные, в выходные, конечно, мы прилипнем 100%. Люди здесь стоят, фотографируются. Это какая-то фото-зона, по ходу дела. Фото-зона. И еще одно кафе. Прямо здесь. О! Это вертолетная площадка? Ребята, это вот самый, тот самый аэропорт, который является одним из самых опасных в мире. В десятку входит. вертолет и здесь, а там, получается, это разгоночная полоса и приземление. Охренеть! Ребята, он только что приземлился. На самом деле, тут специально приземление идет вверх, чтобы его не разогнало, он туда в пухляк, чтобы он не отлетел. А он, получается, приземляется и немножечко наверх заезжает, и скорость совсем сбрасывается. сбрасывается. Вот это нам повезло! Смотрите, вот мы опять едем, опять под наклоном находится трасса. Ну, ёпра-сэте! Вот... Она вот под наклоном, реально! Ха-ха-ха-ха! У-у-у-у! На самом деле, вот я просто сейчас еду на переднем канте, пытаясь заехать. Блин, ну вот на самом деле, самые классные места это все-таки это зеленые и синие трассы, которые находятся снизу. И мы как раз по ним ездим. Опять у нас кафешки. Вот здесь уже шале. Я боюсь представить, сколько они стоят, друзья, вот прям здесь, прям на горе. Здоровые, красивые, классные шалешки. Кто-то мне звонит. О! Мы едем, получается, по зеленой трассе Беллекоте. И получается, здесь есть подъемник бугельный, чтобы кататься, чтобы прям ползти, как новички. Офигеть, как много, соответственно, шале. Здесь также есть самые дорогие отели, они находятся примерно в этой области. И также здесь есть какой-то магазин Луи Виттон. Прямо можно съехать с трассы к этому магазину. Друзья, ну вот вы почти посмотрели выпуск, появилось ли у вас желание сюда приехать, или же все-таки лучше сгонять на Роза Хутор. Пишите в комментариях. А, вот. Вот, вот, вот. Вот это отели, конечно, премиум класса. Посмотрите, прям можно загорать, завтракать, выходить с отеля и сразу же приходить на склон. Это просто чума. И все, мы опять приехали. в ту точку, с которой мы и начинали. Вот, кстати, подъемники Гуччи. Гуччи и Монклер, выбирайте, какая вам больше интересна. Мы здесь познакомились с местным инструктором, который разговаривает по-русски, и ты итальянец. Я итальянец, из Болонии. Представься, как тебя зовут? Тициано. А меня зовут Алексей. Смотри, ты уже сколько здесь живешь в Куршевеле? Семь лет я живу здесь уже, но только зимой. Классно. Чтобы работать инструктором. Ага, хорошо. А скажи, пожалуйста, сколько стоит индивидуальная тренировка, например, даже с тобой, час или два часа? Куршевеля. Это французская школа, у них есть цена 500 евро за целый сезон. Со мной обычно это 650. Ты дороже даже стоит? Да, я дороже. Ого! А скажи, почему? Ну, потому что я говорю по-русски, потому что у меня контакты со всеми, потому что это как сказать, это экспириенс, это не просто уроки. Ага. Я начинаю с 9 до вечера, я с вами на вечеринку, я с вами в ресторане. ты как личный гид, знаешь, тебе места. Я запранирую вертолет, джет, ну, например. спайс джет, а если нам нужно улететь на луну с села на маску? Это не просто уроки, уроки это после этого. Понял. Классно. Это, да, это экспириенс. Супер. Что еще может рассказать про Куршавель? Чем он отличается от других курортов? У меня Куршавель как самый лучший курорт в мире, потому что все есть. Ты хочешь вечеринки и танцевать, там есть Вальтуранс, потому что это ряда, можно на лыжах. Там для семьи есть Меррибель, лукс есть Куршавель, здесь есть рестораны, сервисы, гостиницы, 5 звезды, есть рестораны, три звезды вне стоянии. Как ну это невозможно эти услуги нигде. Я работал в Сан-Амбурисе, я работал но невозможно просто. У меня самый классный. у тебя офигенный русский язык. Спасибо. Ты еще знаешь сколько языков? Я говорю по-португански, французский, английский, итальянский. Но я жив в Казахстане. Ага. Да, вот, и потом в Киргизстане. Ничего тебе. Поэтому привет всем друзья из Казахстана и из Киргизстана. Классно. Местный инструктор, который говорит на пяти разных языках, в том числе и на русском, можете обращаться к нему для обучения. Он решил нам показать где находится магазин Луи Виттон. Прямо на самом курорте. Прямо на трассе. Я, честно говоря, не могу в это поверить. Но он сказал, что это действительно здесь существует. Вот такая вот зеленая трасса. На самом деле такой чил. Ого! Ого! Ух! ху-ху! Я просто выскочил из леса. Посмотрите, это как будто кто-то взял из компьютерной игры, перенес сюда магазин Луи Виттон. Но это, конечно, тяжелый люкс. Вы сюда приезжаете, чтобы купить пару сумочек, оставить несколько годовых зарплат, и потом ехать дальше по своим делам, попивать опироль и кататься под Тарасом Куршевеле. Я не знаю, возможно, здесь есть фейс-контроль, я не буду пробовать. Пойду ли я туда или нет. Максимум, что я могу купить, наверное, это какую-нибудь ручку Луи Виттон за несколько сотен евро. Признавайтесь, ребята, кто там был, пишите в комментариях, что там есть интересного. Ну, очередь уже, реально, это очередь. Вы вообще, где такое видели? Ребята, это Cheval Blanc Куршевеле от, соответственно, бренда Луи Виттон, ну, это, скорее всего, Майота Хеннесси, как у них бренд называется, один из самых дорогих отелей, которые есть в Куршевеле, один из самых лучших отелей, находится сейчас он рядом со мной за спиной, и, соответственно, вот почему все-таки Луи Виттон находится, магазин Луи Виттон находится здесь рядом. Кстати, магазин выглядит очень красиво, я прям вообще кайфанул, то есть, какая-то совершенно, увидеть магазин, например, не в стенках какого-то дома, а как шатер, который сделали здесь, ну, это сногсшибательно. Боже мой, посмотрите на архитектуру, это что такое вообще, это дом Хоббита, там еще человек, который встречает себя, это как твой личный, как его, поваренок, или как там, бог ты мой, они сделали специальные наряды, чтобы встречать тебя, в доме Хоббитов, это вообще законно, что тут творится ночью, я не знаю, какие развлечения тут есть ночью, чтобы удовлетворить, понимаете, ненасытные желания богачей, а вот какой-то разрушенный дом, а, это строящийся дом, мы сейчас на самом деле передвигаемся по зеленой трассе, и вот здесь, конечно, отельчики самые виповые находятся, объезжаем ее, и опять приезжаем в то место, с которого начинали, это эпицентр куршавельской жизни здесь основные подъемнички и начинаются. Настало время выводов, могу признаться чистосердечно, если вы уже были в Красной Поляне, на Розахутор, постоянно там катаетесь, то куршавель не вызовет вау-эффекта, друзья, ни виды, ни трассы, здесь определенно лучше, трасс больше, склоны интереснее, виды лучше, рестораны, еда, ну просто, ну это другой уровень, но нет такого эффекта, что снесло бы крышу, это мои ощущения, вот так вот я приехал с таким внутренним состоянием, прокатался здесь несколько дней и с таким же внутренним состоянием и убеждением уезжаю отсюда, может быть, если бы я съездил на Аляску и покатался хелески, тогда бы вообще был бы просто снос башки, а может быть, я и реализую свою мечту когда-нибудь. На этом все и хочу выучить с вами заключительную фразу на французском, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Абонез-ву на канал, кликайте на птиклош, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok